Человек арт-объект галереи мастера, где начиная с 4 сентября, я думаю, это будет хотя бы дней 10, 3 недели 2, будет вести эти выставки, связанные с фестивалем мастер-класса, которые проводятся в первом фестивале. И, соответственно, это коллективная выставка всех людей, которые имеют в какой-либо находке галереи. Вот, например, у нас такой Олег Канетин, я не знаю, если я правильно сделал ударение. Он участвовал здесь в коллективной выставке труда, и эта работа осталась в этом напоминании. Это скульптор, который живет иногда в Америке, Виталий Канбаров, он там тоже сделал необычную вещь, несунестерно на технике такой объект. Ну, как всегда, не обошлось бискотиком, куда же бискотиков. А призма является элементом постоянного декора. Олег Канетин все время присутствует. Ну, и куда уж без икон, как и без котика. Котики и икон – это у нас и все. Вот эта интересная работа, чем-то похожая на какую-то боговскую фотографию, только сделанную с помощью поста и красного. Это Кирилл Ковалева. Это соученик моей подруги Элины. Элины здесь нет работ. Но вот ей понравилась графика вот эта, связанная с теми убийства, Череповы. Это очень хуже, но такие с полуцветов. А вот Кирилл у нас там есть отличного самолета. Мы это всегда животные. Очень разные. Селекс – это символ евангелиста Святого Луки. Облака и меси – это то, что нам надо. Вот здесь мы видим, помимо всяких граней и сосудов, работу художника Алексея Кирьянова. Кирьянов известен своими предвижателями, но и не только натюрмортами тоже. Это экстаз серии натюрморта любви. Вот тут такая тема художника-натурщик. А вообще вот такие более сюжетные, разные работы авторов разных. Мой любимый – казахский собор, с Кубачом, дядей Миша. Казахский там Михаил Кутузов. И работа там художник Михаил Кутузов, который сработает только несколько и работ или нету, найдут вопрос времени. Это Владимир Михайлуца. Мы знаем его как автора репорта, фотографии, реминографа. Но абстрактную метафизическую графику он тоже умеет. И такой вот Михайлуца, как минимум три лица, как троица. Это прекрасно. Мы любим Михайлуцу, надо его любить вообще очень сильно. Опять тема окон дверей и полной горницы людей, вернее, призраков. И тема памятников такое Дягилева. Причем он как будто бы Дягилев ели с Цветок Легисовым. Мне допоминаю, что на девятнадцатый век. Вот у нас есть рамки всякие. Если здесь, кстати, события, по словам речь, говорят, что-то еще у нас разная, про себя. В печать был собиратель из рук, едем и уритом за нас. И он заходил. Вот чтобы кого-то здесь купят. Вот это Олег Ульдюков. И этот, он Олег Ульдюков хочет его работать. Телефон делал. Да, черно-белая работа Олега Ульдюкова всегда мне напоминает. Истинно, что у города. Это Евгений Галайков. Самые старательные, самые мелко вырисовывающие детали художника Дягилова. Которую очень люблю, потому что очень талантлив. А они все как-то вызываются, я не всех узнаю. И потому что всех невозможно охватить. Вот, например, я лично не знаю автора этих рыб. Но мне нравится конструкция техника, которая вот так смешанная. Ну, холст акрил, но тут какой-то акрил, как будто бы здесь еще какая-то фактурка проявляется помимо акрила. Там мне нравятся рыбы золотые, пиза, какие-то, понятные, какие вещи. Король Олени, как будто бы автор не подписан, но это кельтская тема Короля Оленя. Ну, Заславский, там кто в будущем, а не Заславский. Это его квартира номер 16 работает. И в другом зале происходит открытие. Слова говорят, я не знаю, будем записывать его в качестве речей. И я сейчас вам покажу программу фестиваля, чтобы вы знали, когда-то там можно прийти. Вот программа фестиваля мастер-класс. Спросили людей угалывать. А в другом зале мы что-то увидим, потому что в речей работа акрил Конституции. Вот и сейчас вам послушайте речку от вас. Аплодисменты. Катя Баландина. Катя Баландина. Катя Баландина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok